всем еще раз привет хорошее время эфир привет приветствую вас баты сестры все кто подключается спасибо что вы с нами в это время верю что вы что-то получаете вот мы опять в эфире мы закончили на том что говорили о созерцании бога ты хотел поделиться пусть созда подключиться кто был с нами кто-то может новые подключатся кстати кстати пока вот народ божий подключается я хотел бы всем кто потом будет в эфире смотреть эту запись порекомендовать еще тот эфир который у андрея был с евгением никошенко вот там пастырь андреев делился темой наслаждения что значит наслаждать и управлять вот классная тема я сам об этом не так давно так скажем получил понимание и тоже с нашими людьми делился и когда я слушал то о чем ты говоришь вот и это прям откликнулось моим сердцем я понял что это мы в одном духе правильно течем хорошо хорошо верю что ты еще в конце помолишься за нас за народ божий за детей его высвободишь какие-то вещи да я хочу в конце раз мы заговорим за ну и вообще о чем бы мы не говорили я хочу помолиться за разум за на разгар разума моя тема я люблю это я знаю что это лишает власти ну не в смысле того что он еще с властью в смысле того что ты больше увидишь у тебя будет больше понимания своей свободы позиции ну вот помолюсь за разум за глаза духовные вот это сильно 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 расширит некоторых людей ну давай после темы вот после того как ты осозерцание поделись а может быть ты сразу и разум эту тему зацепишь сразу что это практически одна тема разум созерцание сейчас я конечно но я скажу сразу что созерцание это глубина невозможно взятым за полчаса научить человека созерцание там или даже объяснить там какие-то вещи глубокие но я скажу несколько моментов которые возможно сориентируют созерцание людей которые мне вот часто пишут или там спрашивают ничего не получается созерцать ничего не получается увидеть в духе там и ну такие типа что делать вот я сейчас некоторые моменты вот такие ну хотел бы озвучить ну даже разобрать может быть вкратце вообще скажу что у нас сейчас готовится курс созерцательной жизни я тоже нет не люблю заезженные слова такие как школа там созерцание ноды кто называет пожалуйста я не люблю а это будет курс где я не буду говорить просто сейчас уже вопросы да что значит где я не буду говорить просто знаете как вот сейчас иногда модно там книжек начитаться и рассказывать как созерцать когда ты сам не созерцаешь созерцание в моей жизни это основной путь получения откровений и вообще силы и всего что я от бога получал в основном я получаю через созерцание я сейчас чуть-чуть расскажу как это у меня начало осознанно приходить вот и какое великое преимущество у созерцательной жизни величайшее преимущество против ну не против а может по сравнению с какими-то другими моментами я думаю что я потиху буду говорить да 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 ты можешь конечно уже начинать но я хотел бы сразу вот момент такой озвучить что мы не делаем мы не выводим никаких форму просто люди иногда берут что-то одно да и говорят вот только вот так и и и и начинают в какие-то вот к ну то есть вроде бы как мы живем благодать и живем в покое и и просто с богом в доверии но потом какие-то все равно шаги формулы и мы не об этом сейчас говорим андрей до делится тем что как в его жизни это работает то есть вот эта молитва как что она ему дает вот он сказал уже что он через это получает больше всего откровения пожалуйста по страны отец я прошу тебя прямо сейчас пускай будут глаза открыты пускай отец помазали твоего и зальется на разум пускай отец это мать глазная твое драгоценное мир оно прямо сейчас будет высвобождено проявится на глазах разума пусть второй светильник божий разум воссияет будет зажжен воспламенится во имя иисуса во имя иисуса пусть каждому сейчас отец будет ясно и явно то что ты хочешь сказать я благодарю тебя мы сейчас молился я по пониманием получил у кого-то с ушами вот проблемы или глухота или плохо на одно ухо слышит вот бог исцеляет вас можете спасибо папе сказать или уже исцелил даже пожалуйста в моей жизни было так во первых я бы хотел сказать что созерцание это такая штука которая уже с тобой происходит и сто процентов это уже с тобой происходит и это номер один что нужно понять о созерцании то есть здесь вопрос скорее не в том чтобы получить возможность созерцать а в том чтобы понять как ты устроен вот как устроен человек например один из моментов у кого-то накрыла кто-то видение увидел ну вот она видишь как она вы просто проявляется смотрите друзья самое главное что нужно понять созерцание что это происходит с тобой почему когда и аиль когда моисей когда все эти люди они мечтали чтобы люди были пророками то есть видели видение сновидение то есть а что до этого вы думаете люди они не имели способности видеть видение или сновидение ну люди видят сны речь идет о зрительном восприятии образов которые постоянно и так транслирует небесное царство она их транслирует постоянно но люди как вот написано открыты глаза на другие образы не вопрос в том что они вообще их не видят все видят образы услышите меня сейчас все без исключения люди на планете видят образы а вот еще это называют образное мышление ассоциативное мышление это мысли формы у этого есть разные названия но все люди никто не видит буквы в своем зрительном центре все видят образы поэтому у людей часто больше им нравится смотреть кино например да под почему потому что мозг практически не нужно напрягать чтобы что-то видите так все показывают но когда человек читает его зрительное восприятие она начинает транслировать из прочитанного образы и в итоге чтение превращается в то что он как будто бы смотрит кино читая книгу он смотрит в своей голове кино видит события и я вам хочу сказать друзья что это практически может кто-то сказать но это же не созерцание это созерцание ты читаешь информацию и начинаешь видеть что там происходит в итоге что с тобой про и почему я говорю что это созерцание ты начинаешь это видишь что происходит самое интересное что ты в этот момент начинаешь переживать чувство как будто ты находишься там события твой мозг не отличая реальности от нереальности начинает подавать сигналы в тело такие же самые один в один как если бы ты находился в событиях страх там потоотделение сердце стучит или наоборот эйфория там любовная какая-то ну понимаете о чем речь идет и смысл в том что когда тебе ну о чем мечтали пророки что когда начнут они видеть видения это говорится не о том что они начнут видеть а о том что эти видения они начнут распознавать именно что они получат возможность смотреть на образы небесного царства на это и что происходит сегодня люди вот первая ошибка в чем они начинают ну как теряют нить вот эту созерцание концентрация когда они думают что они должны что-то увидеть они начинают концентрироваться но в царстве небесном в духовном мире концентрация не выглядит так как она выглядит здесь тебе не нужно напрягаться концентрация в царстве это наоборот довериться течению расслабиться как это делать это делается так у тебя должно возникнуть похожее чувство как если ты смотрел на огонь или текущую воду вот такое чувство под пограничное состояние как будто ты сам часть этой воды и вот это состояние по сути вся концентрация она сводится к тому что тебе нужно достичь этого состояния в этом состоянии ты практически ну так я в кавычках властелин колец ты все можешь там но я пошутил ладно давайте уберем фразу это состояние власти почему потому что ты находишься в течение духа ты слышишь ты воспринимаешь его я еще буду когда курс проводить я буду говорить эти пограничные состояния это желаемое молитва а когда ты в дух ходишь она по сути дела говоря направлено к тому чтобы к тому чтобы быть в пограничном состоянии то есть вот в этом состоянии где ты не концентрируешься на фильм на физических вещах но в то же время себе ничего не накручиваешь ты расслабляешься вот еще раз подведу итог вот за концентрацию концентрация в духе это расслабиться это расслабиться то есть смотреть зрительно сейчас за зрительный центр еще что-то скажу смотреть таким образом чтобы не напрягаться вот как на воду как на огонь ты смотришь он как бы не не ты не напрягаешься чтобы смотреть на него а он тебя затягивает он тебя втягивает в это то есть мысль дать себя втянуть некоторые люди думают что созерцать это надо узнаешь так постараться чтобы что-то увидеть нет святой дух он настолько заинтересован чтобы ты это видел красоту его что он тебя влечет влечет вот влечение вот это она все зерцание номер один поддаться влечению поддаться влечением и кое-что хочу сказать про зрительный центр до течь в духе мы про зрительный центр вот я это тоже тут у себя ребятам объяснял вот почему человек когда он поднимает глаза к небу когда он хочет молиться даже иисусом возводил очень на самом деле ну если кто-то думает подожди на бог живет внутри меня зачем мне поднимать глаза в небо но почему когда ты молишься ты автоматически поднимаешь глаза в небо это не просто так это не потому что у тебя мышление что бог живет на небе там где-то высоко потому что ты сразу дистанцируешься себя от него бог живет внутри тебя он вокруг тебя же внутри тебя и мы знаем что оказывается сейчас даже там ученые они знают что зрительный центр в головном мозге он таким образом устроен что когда ты хочешь что-то вспомнить а вспомнить это посмотреть внутрь себя ты поднимаешь глаза еще помните как в школе говорили что там на потолке написано типа чё ты там глаза подымаешь когда что-то вспомнить хочешь когда человек хочет заглянуть внутрь себя он будет поднимать глаза и самое интересное что это такая ну если можно сказать это тоже элемент созерцания посмотри смотри научиться смотреть внутрь себя потому что все там у меня было так отец мне давал откровения такие я иногда ловил себя на мысли что я в какой-то момент так замираю и вдруг я начинаю на меня ну как поток информации начинает идти я сразу записывал вот я хочу сказать кстати всем людям кто хочет двигаться сильно в откровении и созерцание вам надо начать вот еще одну записываться что бог дает потому что ну знаешь как это же не развлечение надо научиться быть вот этим ну как каналом через который течет для этого тебе нужно иметь вход и иметь выход ну я думаю что все понимают о чем речь идет какой выход ты должен на выходе что-то записывать оно не должно просто растворяться улетучиваться то есть тебе надо учиться управлять этим потоком может кто-то ну для кого-то это будет типа вау как управлять управлять ты должен создавать как бы ну место куда это все течет если бы я не записывал вот друзья я серьезно говорю если бы я не записывал я себя не практиковал записывание глаза бы так и не открылись глаза бы так и не открыть и вот я все записывал в один момент я хочу чтобы меня услышали в один момент я понял что я не могу все записывать появилось всего так много и так глубоко что я понял что если я буду все записывать то я только буду этим заниматься что произошло произошел канал все я стал человеком через которого течет откровение я поговорил об этом с отцом я у него спросил вообще реально я же не могу все записывать и он не сказал теперь я сделаю так что ты будешь видеть все о чем говоришь явнее я такой подумал интересно как и вот как это стало происходить когда я хотел что-то брать из духовного мира и подавать вот это прежде всего выразилась в проповеди да или как слова то вдруг я просто начинал это видеть зрительным центром головну как я не знаю как сознание моё оно мне просто как будто открывалось я просто начинал рассказывать что я вижу это не происходит как мультик перед глазами это происходит в состоянии течения почему я так вот особенно когда только входил в это я не люблю и до сих пор я не люблю когда например я проповедую ходят по залу потому что ну я то вижу внутренним взором но все равно когда перед глазами что-то мелькает и такой раз и сбиваешься но теперь у меня уже все меньше с этим вопросом потому что у меня даже трудно отвлечь поток настолько силен что помните какую языки это ты не можешь даже контролировать ты начинаешь видеть вот эти штуки там это пророчество там ну ты можешь там человеку говорить такие вещи вынимать из духа что он просто в шоке вообще как ты это видишь и к чему я это говорю что сначала нужно научиться научиться создавать делать внутри себя направлять внутри себя поток это делается вот через вот эти первое это вот это состояние когда ты расслабленный и она течет и второе чтобы она реально текло направлена тебе надо все что ты получаешь записывать это удивительная работа такая ну даже творческая она классная вообще и когда ты будешь записывать что с тобой будет происходить я тебе сейчас скажу одну вещь когда человек записывает он же пишет например или печатает а внутри он воспроизводит увиденное что ну как бы что он сейчас представил пережил вот это да и он берет это записывает тем самым фокусируясь на увиденном таким образом его зрительный центр в разуме он привыкает образы перестают быть размытыми они становятся все более четкими они становятся все более ясными и со временем это не понадобится много времени на разум сознание научает вот то что мы называем навык развлечения вдруг ты эти образы можешь видеть легко это кстати причиной из-за чего я толкую сны практически безошибочно ну я не помню чтобы я ошибался очень круто потому что образ царства они тебе так знакомые они распознаваемый просто на раз и все и вот это является основой созерцания вот этот поток и привычка видеть вот как горит огонь течет вода я буду более подробно потом еще на курсе об этом говорить люди сбиваются по двум причинам причина первое они созерцают все подряд я хочу сказать у кого практически шансов нету на навык созерцания но если вы не перестройтесь первое у людей которые забивают голову всякой чушью вы никогда вот наш невозможно смотреть телик целый день а потом парить у престола божьего это невозможно это не значит что бог тебя отвергал а ты телевизор смотрел грешник все там лад пойдешь на нет ну твой зрительный центр он просто разобщен он забит он там хаос в лучшем случае чего ты добьешься после дня такого это такое состояние которое можно описать так и тьма над бездной и дух божий на вроде какая-то движуха есть духовная но вроде какая-то там что-то ты даже чувствуешь присутствие но созерцать не получается до сбивает фокус ну просто вообще и второе а кто-то сказать я вообще телек не смотрю неважно любая информация вот если мы я хочу спросить всех людей вот если ты на самом деле говоришь у меня не получается созерцать я не смотрю телевизор но почему мне так трудно созерцать любая информация которую расщепляет твой разум она приносит образы любая еще увидел ты не увидел заметил ты или не заметил вся информация расщепляется в образы в голове и в это же время как я говорю сознание не отличает мозг не отличает реану реальности от нереальности он тебе вызывает полностью ощущение как будто бы ты находишься там сейчас я еще кое-что скажу это такие обычные практические вещи кто-то замечал что ты можешь просидеть например за умственной работой и очень быть уставшим а почему это происходит ну каким образом физическая усталость имеет отношение к умственному труду ну-ка очень просто дело в том что когда человек видит образы в голове его тело реагирует усталость есть продукт расширения сужения сосудов вот представь он сидит головой работает а у него в это время то сердцебиение очищается то сосуды сужаются расширяется и в конце дня он физически устал потому что усталость еще раз говорю это игра сосудов давление понимаете про проповеди на youtube и вот люди некоторые они не смотрят телевизор но зато они поглощены они смотрят проповедь за проповедью школу за школой эти все проповеди они же вот самое интересное что проповедь это самая серьезная штука направленная на вызывание образов потому что дух святого говорит образами и вдруг этот человек берет хорошими нормальными образами школа все класс берет пресыщать свое сознание в итоге что случается на чем-то одном он сфокусироваться становится со временем вообще не в состоянии все люди которые любят обилие вот этих учений проповеди вы реально не сможете созерцать я вам просто говорю как бы как по-доброму по хорошему со всей любовью вряд ли у вас получится потому что разум привык жить в хаосе вся моя команда знаю что я не смотрю вообще много проповедей я даже практически вообще их не смотрю были годы когда у меня было от отца с просто запрет вообще что-то смотреть и я не смотрел а что я делаю созерцал на сегодняшний день мне лучше я хочу чтобы вы поняли что в царстве божьем устроено все наоборот когда говорится слово обильно должно вселяться в себя в тебя не имеется ввиду обилие прочитанного и услышанного обилие заключается в расщеплении силы энергии чего-то маленького понимаете друзья сейчас расскажу как перестроить свой мозг то есть заполнение внутри она идет не от того что ты наедаешься много и многим материалом а от способности расщепить малое вы заметили он горит если ты из ничтожного извлечешь драгоценное из малого великое вот тогда ты будешь как мои уста а как мои уста что значит как мои уста мои уста сказали и стало то есть расщепление малого до великой энергии внутри которая должна заполнить вот это и есть смысл обильного вселения аллилуйя друзья это просто робот тебе для того чтобы заполниться тебе не надо обилие материала руды тебе нужно чистая чистые нашли если так можно сказать духовные атомы которые создадут ядерную энергию внутри тебя и поэтому когда я своих людей учуя я объясняю говорю послушайте научитесь произносить сильно слова это сильно повлияет на способность созерцать приведу пример например если ты берешь и читаешь абзац за этот абзац у тебя может возникнуть десятки образов и я хочу спросить на каком из них ты собираешься повиснуть сконцентрировать даже не знаю даже не знаю на каком так может лучше тебе брать один и расщеплять его до энергии я надеюсь что понятно чем я говорю я делаю так я беру какую-то одну истину которая мне нравится которая меня влечет я чувствую влечение в это и начинаю ее смотреть на нее как ты на нее смотришь я могу произносить я знаю что когда произношу по-любому образ возникает а чай произношу и никакого образа него за еще раз произносить не спеша произносить наш смаку это я могу говорить слова помазания до огня вообще на себе представляете то есть мне не надо там взять и молиться такой какой-то такой насыщенной молитвой чтобы переживать силу божию я знаю достаточно пара слов и павел об этом учит он говорит представляете что иногда лучше пять слов сказать и это произведет назидание что это значит помазание двинется внутри тебя чему ему слов на там ну непонятно о чем созерцание она всегда требует малой информации потому что ты не соинцентрируешься на десяти образах одновременно если твоя фраза например завязывает в твое сознание завязывает десять образов созерцание становится невозможным все ну это просто вот поэтому номер один номер один не забивать голову образами и сейчас я бы советовал что вот все верующие люди все христиане вот кто хочет реально прозревать вы должны научиться видеть рассматривать что-то одно то есть не забивать голову многими образами это крутейший вообще но опыт и сегодня я например когда меня спрашивают как ты ну научился там глубину увидеть там ну таки прямо некоторые люди удивляются хотя я честно я иногда удивляющие не удивляются потому что я не считаю что там чудо там прям достиг вот но спрашивают как ты видишь эту глубину и когда я там например думаю каким образом я попадаю на глубину мой ответ один я просто не распыляюсь я беру что-то одно и за это думаю когда я начинаю думать приходят образы когда приходят образы я не соскакиваю с них на другие я их так опу и удерживаю в сознании не напрягаясь созерцание еще так устроено что ты увидел образ если ты вдруг я вижу все я буду на это смотреть он сразу поплыл дальше ты не должен пытаться застолбить образ своей голове теки вместе с этим образом нужно так раз и потек как только ты пытаешься его удержать он поплыл дальше ты остался все опять ни с чем и что происходит дальше ты берешь думаешь так этот ушел ладно фиг с ним буду возьму другой и в итоге у тебя раздражение возникает на штуку это хаос в голове нет созерцание нельзя делать резких движений там нельзя вот так схватываться фокусироваться да у прана как пишет пойду думать эту мысль брать что-то одно одну какую-то мысль одну какую-то истину и она начнет транслировать себе образы и тебе надо вот как он говорит насыщаться ты такой берешь и плывешь в этом созерцание классно ну главное там не бояться что что-то куда-то уйдет ничего никуда не уйдет вот такие вещи и так вот я примеры люблю приводить я помню одна бабушка она говорит все видят какие-то образы я ничего не вижу ничего не вижу я говорю дайте я сейчас сделаю так что вы увидите закройте глаза она закрыла глаза и я говорю смотрите собака и она такая улыбка расползается биртулой то есть она в своем сознании тут же увидела какую-то собачку она описала ее потом то есть я говорю представь одно слово производит в тебе визуализацию то есть ты увидел и ты представь что когда ты начинаешь говорить божьи какие-то вещи твоя способность духе святом она делает так что ты начинаешь это видеть и тогда люди задают вопрос так это я воображаю это я воображаю или это бог мне показывает я бы таким людям хотел задать вопрос а ты вообще в чем различие потому что когда тебе бог что-то показывает и все равно это воображаешь входишь в образ такой воображение это функция такая вот бог нам дал же эту способность вообще воображение от бога и дана вам и он общается мы мы это видим через образы до ветхом завете да да с тем же авраамом в образах общался там посмотри на звезды на песок то есть это же все и у него потом картины да там то есть его и у меня тоже был ну как бы я периодически созерцаю да и еще такой момент знаешь вот созерцание в общем был один выезд его и мы так все лежали на полу и как бы думали боже двигался кого кого-то видение кого-то в созерцание кто-то и я увидел себя то есть я увидел себя вот в этом помещении висящем то есть я кому-то был потолка но я видел вот этот зал как панорамно то есть со всех четырех сторон и и я и я понял знаешь ну там проповедник говорит постарайся но это было уже давно ну как бы я тогда только учился этому он говорит не выходи то есть иди дальше и я как бы ну захотел продолжить свое путешествие и иисус меня повел дальше я буквально там за мгновением очутились уже на небе и ты знаешь вот я увидел людей я почувствовал то состояние которое было у них в сердце они настолько были счастливы мне вот как будто они встретили самого родного человека которого то есть я я не видя я видел их силуэты но я чувствовал их внутренние ощущения вот этой приязни как я им приятен то есть вот всегда же ты как бы увидишь нового человека ты ему как-то вот здесь на земле ты его оценивать да то есть какие-то вещи то есть ты там смотришь как он одет как он выглядит и из-за этого как будто я формируется но приятен а там я попал я вот я почувствовал как же они просто были безумно счастлива от того что они меня увидели все вот и вот это внутренние их ощущения на уровне мысли и на уровне вот состояния атмосферы я почувствовал но я к тому что я мог остаться там просто в помещении то есть не пойти дальше и вот этого не увидеть то то о чем ты говоришь то есть как бы держаться не выходить классная тема ну продолжай извини я перебил не вообще классно ну понятно что мы ну все не рассмотрим но вот я в питере мы когда затрагивали я служил в питере у лены пошарены и тоже люди спрашивали ну вот как его там начинает созерцать там ну типа как ходить созерцание вот представь что иисус он научил людей созерцать не говоря им вообще что он сейчас с ними беседует на тему созерцания вот например он говорит вы заботитесь что есть и что пить верно все-таки ну да заботимся взгляните на птиц и если ты думаешь что в этот момент они стали озираться в поисках птиц не умеется у них сразу образа птица вы замечали что они там ну типа переживают сильно или еще что то но они кормят то есть он рисует жизнь птиц они видят птиц потом он берет их сознание и ведет дальше говорит а вот соломон они сразу так у них образ пошел богатейший царь там экономика все представьте что он транслировал им образы они даже сами того не понимаешь они в этот момент созерцали они так задумывались за конец было такое что ты слушаешь такое и прямо улетел вдруг начал там этого соломона в голове смотрю как он там чем там и он говорит так и вы снова переводит он снова на свою жизнь и этот человек помимо своего осознанного выбора из-за того что иисус так говорит он примеряет себя к жизни птиц туда-сюда наш и через это приходит в состояние беззаботности доверия богу то есть то что и надо то есть иисус это течение помогал им совершать он прям прямо знаешь брал их и погружал в это через проповедь и я скажу что любая проповедь которая не несет вот таких вещей она вообще ничего не несет люди должны быть погружены в созерцание во время проповеди у меня это происходит когда я проповеду ну всегда и интересно апостол павел знал этот принцип он галатам пишет он говорит как вы вообще совратились пути вы у которых перед глазами предначертан был христос у вас распятый они могли сказать он у нас не был распят он горит но я вот так предначертал что вы это видели и пережили вы плакали вы сокрушались вы просили у него прощения но его там не было он он погрузил их в это созерцание таким образом и он им не объяснял давайте будем созерцать христос рослинга ты знаешь достаточно было в помазание божьим которое транслирует эти образы говорить к людям и они уже созерцали точно так и ты пытаясь созерцать тебе нужно понять что нужно лучше говорить научиться принцип созерцания думать мысль так чтобы видеть образ и для этого не нужно накручивать воображение там представляешь она ничего не надо представлять говори и обращай внимание что уже предстает перед твоими глазами такая если это прикол какой-то выдуманнее ты будешь говорить это и святой дух будет показывать правильные вещи то что действительно есть и дальше это самый-самый нулевой уровень дальше это следующий этап это оказаться духом в том месте которое ты созерцать вот это уже интересно это уже связано с перемещением где зрение становится каналом прохода в эти вещи вот так это происходит потом потом да потом ты когда смотришь и находишься там вот это только павел говорит отсутствие телом но присутствует духом и внимание видя ваше устройство то что у вас там прыгать представляешь это не просто какой-то прикол я сердцем с вами нет он думал об этой церкви он думал он молился и в какой-то момент он начинал видеть в какой-то момент возникал такой канал обмена информацию начинал понимать что у них там происходит и не уходил из этого не уходил из этого не уходил из этого и даже до того что он начинал видеть что у них происходит и им об этом написал если кто-то думает что это просто какой-то в переносном смысле там нет он горит и духом я могу доказать это потому что в другом месте он даже предлагает в их собрании говорит общее с духом моим мы примем вот это решение то есть он говорит, я буду в духе, и мы будем что-то решать. Можете себе представить. И это все делается через созерцание. Вот он просто начинал молиться, начинал видеть этих людей, прилагать к этому сердце и так далее. И даже до того, что если и из этого состояния не выйдешь, есть абсолютно нормальная, здоровая, реально возможность в славе переместиться в это место. Если кто-то мечтает вообще о перемещении, вам надо созерцание. Вам реально надо осваивать созерцание. Понимаете? Вы просто будете видеть это, вы начнете быть духом там, переживать физически, если так можно сказать, симптомы нахождения там. И в один момент вас с вами может случиться... Телепортируетесь, да? 100%. Кто-то, как Павел сказал, не знаю в теле или вне тела. Это состояние, оно достигает такого, что ты теряешь ощущение вообще привязанности к месту. Вот. Кто-то может сказать, ну знаешь, Павел был восхищен, он не созерцал специально. И это совершенно другая тема. Я хочу сказать, что есть разница между видением и созерцанием. Видение – это такая трансляция, созерцание – это инициативный процесс. Как он говорит, буду созерцать. Давид говорит, буду созерцать. Ну, как-то если бы он сказал, буду видеть видение. Я решил сейчас видеть видение, оно как-то не звучит. А созерцать ты можешь. Вот такие вещи. Ну, это так, вкратце. Здорово. Формулировка благодати твоя. Вот напоследок. Как ты можешь вот сформулировать, что для тебя благодать или завершенная работа Иисуса Христа? Ты хочешь так, чтобы два слова есть? Не, ну, можешь пять предложений. Ну, как бы, чтобы напоследок люди все-таки услышали Евангелие от тебя. Ну, если все сокращать до минимума, и я готов даже поспорить, если кто-то не согласен. Я считаю, что благодать – это Дух Святой. Дух Святой. Это, да, благодать – это Дух Святой. И благодать – это не учение об отсутствии закона. Благодать – это не учение даже о завершенной работе жертвы Иисуса Христа. Благодать – это вообще не учение. Благодать – это Дух Святой, который дается, как благословение Авраама изливается на язычников, чтобы они вот это имели. Все благословение, все благословение. И благодать она производит. Почему я говорю, что это не учение? Потому что учение может ничего не производить. А благодать она всегда производит. И как понять, человек живет в благодати или нет? Очень просто. А то, что он говорит, модное учение о благодати, это оно ничего не значит. Благодать несет силу. потрясающую, творческую, созидательную силу. Амин. Благодать это личность. Сто процентов. Поэтому вот когда люди говорят о том, что давайте жить в благодати, первое, на что должны сориентироваться все их чувствования, это на общение со Святым Духом. Или если сказать еще точнее, общение с Богом в Духе Святом. Вот так вот. Оно очень точно. Общение в Духе Святом. Территория, если так можно сказать, общение с Ним, это Дух Святой. Ну а как ты течешь в Духе? Можешь поделиться? Да, очень просто. Есть такое слово, вкушать. Нужно постоянно кушать. Почему именно слово вкушать? Оно самое точное. Кушать. Это не то же самое, что что-то почувствовать. Это надо брать и сознательно кушать. Вот я, может быть, в другой раз когда-нибудь еще поговорим за вот эти одежды, состояние там. Да, конечно. Ну и сейчас я скажу только один момент. Вот есть такой образ, когда вот на пир люди входили, да, и они должны были быть одеты в торжественные одежды. Вот то, что мы сейчас учим, вот этот месяц последний. Но интересно, что эта торжественная одежда им выдавалась на входе. Да, да, да. И если мы, если да, и если мы вдумаемся, духовная одежда, она одевается на человека именно через вкушение. Говорит, а что вкушали тогда люди перед тем, как войти на торжество? Как они одевались? Вот есть такое слово предвкушение. И скажу, друзья, что если нет предвкушения, нету и вкушения. То есть у тебя должны быть чувствования, вот как, знаешь, еще ничего нету, но уже все есть. Ну это как и люди о вере проповедуют, там, знаешь, и для того, чтобы вот, как ты говоришь, как ты течешь в духе, мне надо что-то съесть, что-то распробовать, прийти в состояние вот этого предвкушения. Когда ты начинаешь вот чувствовать вкус этого духа, что я для этого делаю? Все очень просто, никаких загадок. От плода уст насыщается чрево. Спасибо, Сергей. От плода уст насыщается чрево. Если я хочу призвать всех духовных людей, вы должны понять, что дух святой, он представлен еще в виде субстанций. Мед, манна, молоко, вино, вода, все это называется дух святой. Вопросов нет. Оно называется. Но вы должны понимать, какую субстанцию вы сейчас призываете, что вы хотите вкушать. Масло, елей, например. Если вам нужна радость и снять боль, стресс, еще что-то, поверьте, вам нужно вино. Если вам нужно ликование, если вы хотите ликовать, вам нужно вино. вам вода не поможет. Даже, вот скажу так, живая вода, она тебя утолит твою жажду. Ну, приведет в какое-то состояние более-менее удовлетворения. Да, удовлетворение. Но для того, чтобы продолжать праздник жизни дальше, нужно вино, нужно вкушать мед. Как это делается? Вы хотя бы поучитесь, друзья, помышляя о Духе Святом, о Пире Небесном, который здесь у нас на Крым, говорить опять-таки, как я вам сказал эти слова. Например, знаете такое выражение? Сколько не говори халва, во рту слаще не станет. А в Царстве Божьем наоборот. Станет. Станет. Да, и ты, я как делаю? Я могу говорить, я так наслаждаюсь тобой. Твое имя это как медовая слава. И если я так говорю, я могу физически начать, и люди вокруг меня, и было такое не раз, ощущают запахи меда. Представляете? Кто-то скажет, ну это самовнушение. Друзья, так оно все так устроено. Ты говоришь, и с тобой происходит. Почему ты веришь, что ты можешь сказать, например, и чудо произойдет, но не веришь, что ты говоришь мед, и запах появится? Ну как-то странно вообще. Ты же творец реальности вообще. говорю какие-то вещи там неудобоваримые, но это правда. Поэтому я своих людей очень просто возьми и так вот скажи помазание. И сейчас ты почувствуешь даже как оно потечет, вот как густая субстанция по тебе. Помазание. Помазание. Повторяй это несколько раз, но не спеши, очень вот так знаешь, прочувствуй это. И все свидетельствуют о том, что переживают. И люди начинают более уверенно с помазанием обращаться. Оно течет, по ним. Вот и спросил как течь. Научись вкушать. Научись вкушать. Если тебе нужно вино, говори о любви. Потому что написано любовь твоя лучше вина. То есть любовь это и есть самая опьяняющая субстанция. Если ты будешь говорить о его любви, о его вот этой полноте, ты даже сам не заметишь, как тебя начнет такое придет чувство накрывать. Накрывать. Если у тебя например горечь, ты обиженный или еще что, горечь у тебя, что тебе надо? Тебе надо сладость. Если ты слеп, ты не можешь увидеть ничего. Мы знаем, сладкое оно мозги лучше работать заставляет. То есть тебе нужно говорить о сладости Божьей. Помните, как Давид слова твои сладкие, горта анимая? Он такие вещи говорил. Зачем ты это говоришь вообще? Описываешь свои чувства? Он просто говорил это и чувствовал эту сладость. И таким образом ты начинаешь течь в этих субстанциях духа. Самое интересное, потом, когда ты это вкушаешь, ты одеваешься в определенное состояние. Вот как одежда духовная работает, ты одеваешься в духовное состояние. Ты вкушаешь и одежда она в духовном мире, она как тело. Вот ты ешь и ты из этого состоишь. Точно так и в Духе Святом. Ты вкушаешь например что-то и твои одежды начинают быть такими или такими или такими. Это очень классно. Поэтому рассмаковать. Потом начинается удивительная штука вообще со мной происходит. Я могу говорить одно слово какое-то. Я сейчас вообще честно делюсь такими вещами личными. Сакральными. Я могу говорить одно какое-то слово и оно будет меня просто напитывать. Я знаю что мне не надо нестись в молитву что-то много говорить. Вот почему написано не многословий. Не вызывай образов. Не вызывай многовкушения. Не хапай со стола все подряд. Возьми что-то одно. И наслаждайся. Вот вывод всего сегодняшнего времени друзья вот эта концентрация созерцания возьми что-то одно. Вот с чего-то одного толку будет больше в разы чем с этого вот как вы любите говорить это обилие. То что вы называете обилие на самом деле если бы вы физически унитаз. реально. Любой вам диетолог скажет что можно выбрать такую пищу которая даст максимум энергии и минимум затрат на свою переработку. Когда вы наедаетесь вы ничего хорошего организму не делаете. Точно так и в духовном мире. Вы когда жрете все подряд извиняюсь за выражение и думаете что именно питание зависит что много это много вы изматываете свой дух не делать. Возьмите чуть-чуть возьмите немного и вкушайте это но жуйте прилежно смакуйте пищу знаете чтобы это все рецепторы были задействованы чтобы это максимально усвоилось вы даже не представляете как сильно вы начнете расти и меняться но сегодня вот эта злая шутка что ты можешь включить и целый день слушать проповеди если ты даже включаешь и слушаешь слушай целый день одно и тоже вот она вот он ответ вот как можно взять за день прослушать школу но я готов с любым поспорить ничего тебе это не даст ничего я как ты библию читаешь главу в день две в день я говорю друзья я иногда прочитаю две строчки и потом неделю вообще ничего не читаю я хожу и вижу эти две строчки я туда ухожу как в окно у меня там открывается целый мир я его созерцаю и потом из этих двух строчек я могу транслировать еще месяц или два кучу откровений вот так это работает вот это сила а прочитать пол библии потом не знать как два слова связать это вообще пусть никуда снова у нас время улетело здорово Андрей ну помолись как ты хотел точнее как мы и договаривались за глаза за разум друзья да я хочу чтобы мы сейчас помолимся за глаза за разум если перечислю сейчас кому особенно нужна эта молитва если у тебя проблемы с мышлением вот беспокойный ум хаос в голове если у тебя плохая память если у тебя вот эти двоящиеся мысли ты не можешь концентрироваться вот это все за тебя вот за тебя сейчас я призову помазание на твой разум на твои глаза иисус сказал проси у меня купи глазную массу чтобы видеть это глазная масса это помазание святого духа только он может открыть глаза поэтому положи вот так можешь прямо на себя руки на вот так на глаза на голову и сейчас помазание божье оно прямо реально и зальется проявится в твоем разуме уже уже это происходит халилюя халилюя отец я благодарю тебя за твое помазание я вижу как прямо сейчас ты напитываешь напитываешь сознание каждого кто слышит меня сейчас помазание твое течет кристаллизируя все нейронные связи в соответствии с твоим божьим замыслом я вижу сейчас как все эти твердыни они исчезают они уходят из разума твердыни мешающие видеть ясно хранить память делать разум цепким ясным все эти твердыни слепоты хаоса беспокойства во имя Иисуса они прямо сейчас исчезают они смываются помазанием твоим отец во имя Иисуса я вижу сейчас как есть люди у которых ощущение как будто загорелись мозги прямо вы чувствуете пламя там на голове это отец он выжигает все лишнее там в мышлении в сознании в памяти вы увидите как станет более ясное прямо ясное такое более взгляд отец я благословляю все зрительные центры сознания в головном мозге чтобы ничто не мешало созерцать красоту твою красоту твоих истин красоту твоих мест небесных сфер благодарю тебя высвобождаю помазание помазание господь на глаза глаза разума во имя Иисуса я благодарю тебя отец я прошу тебя за моих друзей чтобы каждый человек каждый брат каждая сестра чтобы они имели прогресс в том чтобы созерцать прогресс в том чтобы устанавливать через созерцание с тобой живое общение живую связь воспринимать и отдавать быть в течении быть в восприятии во имя Иисуса отец я благодарю тебя благодарю тебя я славлю тебя амин аминь аминь спасибо спасибо Андрей за прекрасный помазанный такой эфир слово которое ты высвобождал вообще сильно круто я думаю что будут изменения и после этой молитвы будут свидетельства друзья если будут какие-то у вас изменения вы можете даже написать Андрею лично мне или ему в сообщениях в инстаграме в директе или в комментариях пишут люди там огонь пережили горюх я когда мы молились в зуме помнишь я тоже свидетельствовал что я почувствовал прям ладонь у меня стала горячая это же ты да молились да у меня тогда было такое свидетельство я хочу сказать еще друзья если кто-то вдруг кто-то писал что сложновато если даже вы ничего не поняли я и не рассчитывал что вы что-то будете понимать то что я говорю это трансляция прямо в ваш дух прямо в ваш дух вы будете переживать это даже если сегодня не все запомнили ничего страшного все происходит помазание все делает это его благодать это реально вам принадлежит амэн да вы можете пересмотреть еще раз этот эфир я думаю каждый раз информация она как семя сеется и принесет свои результаты 100% хорошо постарь Денис мы тебя благословляем еще раз поздравляем Денис какого-то Дениса благословил дворов наверное да 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 вот пусть будет благословен да да мы благодарны тебе за прекрасное время за слово вот спасибо тебе огромное спасибо Эдуард что позвал всегда рад откликнуться если что на связи да вот я думаю еще будет у нас возможность время и проведем еще тему которую ты хотел поделиться все тогда да братец обнимаю да с Богом Эдуард все раду взаимно всем пока спасибо что были с нами друзья друзья спасибо спасибо Продолжение следует...